Библейский портал экзегет.ру представляет 10 глава 2 Маковейской книги Читаем ее в переводе под редакцию Нины Брагинской для библейского портала Экзегет Ну, это история Маковейского восстания как и первая Маковейская книга, но с другим фокусом с другим центром внимания И эта книга богословская, первая Маковейская книга, историческая Там рассказано, кто как воевал, кто куда шел, как нападал, как потом отступал А здесь, как люди молились, как они устраивали свои отношения с Богом И 10 глава рассказывает о ключевом событии, об очищении храма Иерусалима храм взяты были Антиохом Эвпатором, Антилифкидским царем И осквернены, там уже творятся всякие языческие культы и мерзости Но Маковейское войско, Маковея, напомню, это прозвище Иуда Маковея А по нему, собственно говоря, и все остальные получили это название Вот, Маковейское войско рано или поздно должно было взять храм И даже не описано здесь, как военная часть компании шла А вот как они этот храм заново освящают Иудеи до сих пор празднуют это, как хануку А Маковея, те, кто был с ним, ведомые Господом, возвратили себе храм и город Разрушили жертвенники и капища, воздвигнутые наплеменниками на площади И очистив храм, соорудили другой жертвенник Ну, потому что на том приносились физические жертвы Осквернен он уже все И зажгли камни, и, взяв от них огонь, вознесли жертву после двухлетнего перерыва Что значит «зажгли камни, взяв от них огонь»? В первой книге описано подробно Они не могли взять какой-то вот оскверненный огонь, который там где-то был И они взяли, собственно говоря, огонь природный В первой Маковейской книге описано, что они взяли нефть из земли, полили камни и на солнце те воспламенились Здесь подробно не описано как Значит, «взяв от них огонь, вознесли жертву после двухлетнего перерыва, совершили воскурение, зажгли светильники и хлебы предложили» Хлебы предложения, те, которые выложены в внутренней части святилища Покончив с этим, они простерлись ниц и взмолились ко Господу о том, чтобы такие беды не обрушивались больше на них А если они когда-то согрешат, то пусть он накажет их, но милостиво, не предавая богохольным воровским народам Случилось так, что очищение храма пришлось на тот же день, в который храм был осквернен наплеменниками На 25-й день того же месяца, то есть Хаслева Ну, это начало зимы по-нашему И они провели веселье 8 дней, словно на празднике кущей, вспоминая о том, как незадолго до этого справляли праздник кущей Живя подобно зверям в горах и пещерах Кущей – это праздник осенний, и тогда вот живут в шалашах Не в домах, а в шалашах, память о переходе через пустыню И вот они пожили в шалашах, а вот они вошли в Иерусалим Поэтому, держа в руках тирцы, ветви с плодами и пальмовые листья, они возносили хвалебные гимны тому, кто благоприятствовал очищению своего места И общим решением и голосованием они предписали всему иудейскому народу ежегодно праздновать эти дни Вот как обстояло дело с кончиной Антиоха, прозванного Эпифаном Теперь расскажем о том, что происходило при Антиохе Эвпатре, сыне того нечестивца, сжато излагая непрерывную череду бедствий, перенесенных войнами Но Антиоха Эпифан у нас уже умер в конце прошлой главы А, соответственно, назначил своим преемником он своего сына Антиоха Эвпатра Вступив на царство, он поручил дела управления некоему Лисию, верховному правителю Келесирики и Финикии, молодой совсем Человек, ему нужен какой-то такой при нем помощник Дело в том, что Птолемей по прозвищу Макрон, первым начавший соблюдать правосудие по отношению к иудеям, поскольку им чинили несправедливости, старался решать их дела миром Вот почему, обвиненный за это друзьями перед Эвпатром, слыша при этом на каждом шагу, как его называют предателем За то, что он оставил Кипр, вверенный ему филометром, и перешел к Антиоху Эпифану И, признанный к тому же недостойным, с той высокой должности, он отравился и ушел из жизни Ну вот здесь подробности придворной хроники, значит, у нас тут разные Есть эрионистические государства, Кипр принадлежит не селевкидам И, соответственно, ему надо там перейти в другое подданство, к другому царю, чтобы занять эту должность И вот был хороший правитель, хороший царский наместник, но и того затравили А Горгий, став в этих местах правителем, держал наемников, а постоянно совершал вылазки против иудеев В то же время Идумея, владевшие важными крепостями, Идумея, жители Идумея, дома, это нынешняя южная Иордания Изводили иудеев и все время нападали на них, ведь они приняли беглецов из Иерусалима Ну вот и окрестные народы не очень дружелюбны, потому что, понятно, все время какие-то разборки между соседями Тогда люди Маковея, совершив моление и призвав Бога в союзники, двинулись на крепости Идумеев С силой обрушились они на крепости, завладели ими, все, кто сражался на стенах, сбрасывали вниз А те, кто попадался внутри, закалывали, уничтожив таким образом не менее 20 тысяч Однако не меньше 9 тысяч укрылись в двух весьма сильных крепостях, где было все, чтобы выдержать оседу Сам Маковей отправился туда, где он был нужнее, оставив Симона и Иосифа А также Закхея с числом людей, достаточным, чтобы вести осаду Но люди Симона по коррестолюбию дали некоторым из находившихся в башнях подкупить себя деньгами И получив 70 тысяч драхам, позволили некоторому сказнуть Вот идумейские воины гораздо подробнее, на самом деле, чем взятие Иерусалима Трудно сказать, почему, потому что, может быть, в Иерусалиме поглощен автор описанием храма И подробности военных действий ему уже некогда описывать Когда Маковею донесли о происшедшем, он собрал предводителей народа, обвинил их в том, что они за деньги продали братьев, дав их врагам уйти Тех, кто оказался предателем, он казнил и сразу захватил обе эти крепости Вот тоже всегда ищут предателей среди своих Силы оружия ему легко удалось добиться всего, за что он брался Он перебил в этих двух крепостях больше 20 тысяч человек Но Тимофей, ранее потерпевший от иудеев поражение, сколотил из чужеземцев весьма многочисленные войска А также собрал немало коней из Асии и явился с намерением завоевать иудеев Вот Тимофей на стороне и Думеев сражается Когда он подошел близко, люди Маковея посыпали головы прахом, обернули чресло вретящем для молитвы Богу Такой жест покаяния и поста Перед жертвенником, преподая к подножию, они умоляли Бога быть милосердным к ним, враждовать с их врагами и противостоять их противникам, как гласит закон После молитвы они взяли оружие и далеко отошли от города Приблизившись к врагам они остановились Едва забреживал рассвет, они двинулись друг на друга Для одних не только доблесть служила залогом успеха и победы на убежище в Господе Тогда как другие ярость выбрали предводителям в бою Вот интересное отделение войск Кто-то просто воинскую доблесть и ярость выбирает, кто-то руководит своей верой Когда завязалась ожесточенная битва, противникам явились с неба пять величественных мужей верхом на конях с золотыми уздечками и встали во главе иудеев Они взяли Маковея в кольцо и закрываясь своими панцирями, сохраняли его неуязвимым, а в противников метали стрелы и молнии, так что ослепленные враги смешались и в панике бросились в рассыпную Чудеса, особенно чудеса с участием ангелов, такой постоянный мотив второй маковейской книги Перебито было двадцать тысяч пятьсот пеших и шестьсот конных А сам Тимофей бежал в крепость под названием Газара Это была настоящая твердыня, во главе там стояла Херея Четыре дня люди Маковея рьяно осаждали эту крепость, а сидевшие внутри, уверенные в неприступности этого места, громко их хулили и выкрикивали непотребные слова На рассвете пятого дня двадцать юношей из людей Маковея, распаленные гневом от этих оскорблений, храбро бросились на стену и в дикой ярости стали поражать каждого, кто им попадался И другие тоже, воспользовавшись замешательством, накинулись на бывших внутри, стали поджигать крепость и, запалив пламя, сжигали хулители живьем Прочие принялись сломать ворота и, впустив остальное войско, овладели городом А Тимофея, укрывшегося в какой-то яме, закололи, равно как и его брата Херею, а также Аполлофана Покончив с этим, они с гимнами и восхвалениями благословляли Господа, оказавшего Израилю великое благодеяние и давшего им победу Интересно, как здесь вот это богословское обоснование и чудесная помощь сочетается с такими подробностями Вот какие-то берсерки, там прямо юноши, которые воспламенившись, бросились на стену, всех перебили, открыли ворота Ну вот и то и другое было, да, то есть книга, несмотря на всю свою обращенность к таким богословским схемам, она очень реалистична В ней мы видим самые разные мотивы действий людей, мы не видим такого, чтобы войны Маковейские велись исключительно благочестивыми и такими вот мотивированными исключительно высшими соображениями людьми Нет, все так, как бывает в жизни Но еще немного об этих войнах будет в следующих главах